Мужские измены, они более изощренны в плане том, что в этом же играют большую роль женщины. Смотрите, здесь же очень обоюдная такая тема. Представьте, что мы, когда спим с человеком, у нас от пупка к пупку соединяются такие золотые нити. От мужского пупка к женскому идет одна золотая нить, и от женского пупка к мужскому две золотые нити. Помните, мы про энергию говорили, что женщина питается из земли, энергию берет, она передает мужчине, и мужчина передает туда, наверх. И таким образом через мужчину женщина соединяется с Богом. Мужчина, у него нисходящий поток, он соединен напрямую с космосом, и он через себя передает эту энергию женщине, и через женщину соединяется с землей, с материей. О чем это говорит? Что женщина ему дает поток финансовый. Но многие женщины путают. Есть тонкие материи и твердые. Энергия, которую ты даешь, это тонкая материя, а айфон, который ты от него требуешь, это твердая материя. И чтобы из тонкого вышло твердое, нужен какой-то определенный временной отрезок. Потому что его вдохновило, он еще должен пойти заработать, и потом только айфон. Мужчина, это тебе не вендинговый аппарат. Ты закинул ему там денег, и у тебя выводится айфон. И представь, что ты жена, ты даешь энергии образно на 100 тысяч долларов, или там 100 тысяч единиц. И он вдохновился за счет этого, заработал деньги, и тебе приносят вот эти 100 тысяч единиц. И здесь есть равновесие. Ты дала ей на 100 тысяч единиц энергии, он тебе принес на 100 тысяч единиц денег. И теперь представь, у вас появляются дети, и ты вместо того, чтобы дать 100 тысяч единиц энергии ему, ты даешь ему 20, а 80 уходит на детей. И вот на таком энергетическом голоде мужчина может зарабатывать где-то без измен всяких 5-6 лет. Потом в какой-то момент у него жизнь становится грустная, потому что он чувствует себя рабом твоим. Почему многие жениться не хотят? Они не хотят в рабство, потому что в этом четко есть понимание, что он работает, тебе все дает и детям отдает, и ты как мама хорошая, а папа как будто не нужен. Здесь тоже очень важна мудрость в этом жены, в том, чтобы дети нуждались в отце. Потому что он тебе же деньги дает, и ты через него даешь деньги детям, и всегда надо проговорить, папа дал, наш кормилиц папа, папа купил, хотя физически покупаешь ты. И в этом есть женская мудрость. И тогда папа подпитывается от детей тоже благодарностью и энергией. И тогда энергии будет больше, чем ты бы генерила. И тогда он будет зарабатывать еще больше. Но из-за того, что очень многие зациклены на себе, у него получается дефицит 80 тысяч единиц. И он через ее твою мать пашет и тебе приносит твои 100 тысяч. И представь, появляется рядом какая-то молодая блондинка с профицитом энергии желательно, у которой не 100 тысяч единиц, а 150. И у него было 20, а стало 170. И он на вот этих парах, окреленный, вдохновленный, зарабатывает не 100 тысяч, а 170. И что он делает? Он приносит все 170 тебе. И таким образом любовница подпитывает благосостояние чужой семьи. Поэтому тоже есть такое лукавство. Почему? Потому что самой любовнице тоже выгодно иметь с ним дело. Почему? Потому что у нее страх создания семейных взаимоотношений. Она сама битая уже мужчинами жизнью, и поэтому она не хочет связывать свою судьбу надолго. Ей нужен мужчина, который не будет предлагать ей выйти замуж. И поэтому она в любовнице. Любовница, она всегда боится отношений с мужчиной. Долгих. Поэтому она находит женатого мужика. И теперь представь, в какой-то момент любовница надоедает подпитывать чужую семью. Почему? Потому что она видит твое отношение к ней и отношение к жене. И она тоже хочет, чтобы кошелек был в ее кармане. И она находит другого молодого человека, который обещает ей быть ее руками в этом тяжелом мире. И он ей будет приносить все блага. Дорогой, до свидания. Прерываем наше взаимоотношение, потому что я хочу замуж, у меня появился молодой человек. И она перекрывает ему кислород. Секса больше нет. И он на энергии был 170 единиц, и осталось у него 20 тысяч. Что он делает? Мужчина идет к своему первоисточнику и приходит и говорит к жене. И говорит, дай мне энергии, мне надо хотя бы твои 80 еще. Она говорит, иди нахрен, тебе хватало последние 6 лет и 20, я тебе больше этот типа не дам. То есть она просто тупо не успевает перестроиться. То ему секса хватало раз в две недели, а теперь ему надо раз в два дня. У чувака реально состояние прединфарктное. Что он делает? Он начинает искать замену и тебе, и ей. То есть и жене, и любовнице. Он начинает перебирать баб. Просто в вагон, короче. И что он получает? Ничего. Потому что для того, чтобы получить от женщины энергию, она должна тебя любить. В этом весь подвох. Он будет искать других женщин, будет в этом прединфарктном состоянии до тех пор, пока либо его кто-то не подберет, и другую он не найдет, любовницу, либо пока жена не перестроится и не переключится на него. Если честно, любого мужика можно из семьи увезти за 3 месяца. Любого. Если ты нормальная, патентная, сильная женщина, и ты знаешь, чего ты хочешь от жизни. 3 месяца достаточно для того, чтобы вытащить мужика из семьи. Прям семьянина. В этом и заключается технология. Ты должна вернуть его к жизни потом опять. И все. Если жена хочет оставить его, она должна внимание с детей убрать и переключить на мужа всю энергию и внимание передать мужчине. И тогда он останется в семье. Но если какая-то залетная или вот эта любовница, которая есть, она его первая притянет к себе, она его вытащит из семьи. Три месяца для этого более чем достаточно. Если ты понял, ты молодец. Если чуть запутались и не поняли, здесь немножко схема нужна, но я думаю, что с визуализацией, если у тебя хорошо, ты справишься. Мужчина ищет энергию. Почему все писатели, художники, режиссеры, они ищут музу? И когда старая муза не дает вдохновения, они ищут всегда другую. Потому что им нужно заменить картинку. Поэтому они перебирают очень много женщин и все перекидывают на то, что он просто творческий человек. Но на самом деле каждый мужчина ищет вдохновение. Просто обычный мужчина, который там нетворческий, он не заражен этим наркотиком. Не зависит от этой музыки ту работу, которую он выполняет монотонно. Что мужчина прям хороший прям мужик. Не изменяет, не гуляет, все в дом, за ней ухаживает, цветы, за детьми следит, в садике их водит, сам их забирает. Но она все равно изменила. Почему? Потому что она не чувствует твою патентность. Потому что в тебе женской энергии больше, чем мужской. С тобой скучно. Поэтому она пошла-нашла 100% тестостеронового мужика. В женщине все равно, если честно, мазохизма больше, чем садизма. И женщина, она все равно хочет патентного мужика сильного, с которым не скучно. Который иногда ее вот так, ух, бодрит, да? Какими-то своими поступками, выходками, с которыми она не знает, что будет вот завтра. Это же одно из правил пикапа сбить с ног, с сознания. Нужно сделать такое что-то, чего она не ожидает. И тогда она на тебя залипает. Она не должна понимать, что ты сейчас выкинешь. А она с тобой, как по книжке, все написано, все хорошо. И поэтому скулка-та. Секс должен быть спонтанный. Должны быть свидания. Должны быть какие-то неожиданные вещи. Где-то ты должен сказать ей нет, чего когда-то не хочешь. И где-то ты должен проявить свою волю. Женщине не нравится, когда ты проявляешь волю. Без перегибов. Но все равно мужская линия должна быть. Русская линия должна быть. Без перегибов. sta. Субтитры сделал DimaTorzok